Привет, это Кардив и рубрика «Уникальный опыт», в которой я рассматриваю уникальные предметы в Path of Exile и даю им оценку по нескольким критериям полезности в игре. Про двуручные булавы мы уже говорили, сегодня же попробуем найти применение в игре для одноручных колотушек. Пройдемся именно по одноручным булавам, скипетры, как их подвид, будут уже в следующем выпуске. Начинаем с самых маленьких, первый на очереди у нас Кровавый Крушитель, доступен уже с 10 уровня и задумался разработчиками как вариант для прокачки персонажа ближнего боя с упором на оглушение, то бишь станы. Ну и как вы думаете, насколько востребован этот архетеп? Станы на сюжетке практически бесполезны, обычно решают скорость зачистки, и я бы рассматривал как вариант для левелинга с первого по третий акт, например с сотрясением. Обязательно нужно иметь побольше плоского физического урона с колец и перчаток, тогда бежать будет достаточно комфортно, но в общем и целом, конечно, мало востребовано. Но даже и у такой ерунды есть особенности, в частности эффект Больше Крови будет при добивании врагов забрызгивать весь экран кровью, выглядя достаточно брутально. Ну и скин самой булавы с помощью переноса внешнего вида можете кинуть на любую рарку, добавит еще немного брутальности. Сияющий клюв ранее в игре любили использовать чародей для того, чтобы ускорять передвижение с помощью удара щитом, дело в том, что у этой булавы одна из самых высоких скоростей атаки в игре, чаще двух ударов в секунду в базовой версии. Но с тех пор утекло много воды, клюв теперь не влияет на скорость атаки удара щитом, да и удар щитом ради получения укрепления теперь никто не использует. Но у этой булавы еще осталась пара достоинств, а именно то, что она доступна уже с 20 уровня и помимо хорошего урона дает еще и много стихийных сопротивлений. Поэтому остается достаточно неплохим выбором для прокачки для многих атакующих сборок. До какой там прокачки, даже иногда в ингейм билдах можно встретить, и на текущий момент повсеместно используется в поломанном билде покорителя с дроблением костей, можно с легкостью найти напои нинджа, закрывает весь контент, ссылочку оставлю. В базовом варианте на рынке вообще ничего не стоит, но его можно преобразовывать в кровавом горне, нашествие, полк и д, для того, чтобы получить сверху хорошие свойства, да и просто можно оскорнять валкой в надежде заменить собственное свойство, например, укреплением при ударе. Я говорил о том, что клюв можно использовать для прокачки, но тут у него есть конкурент, мудрость лавианги даст вам целых 70 здоровья и маны уже на 20 уровне, звучит как хороший вариант для левелинга в режиме с одной жизнью. Правда, минусом является то, что она снижает скорость передвижения персонажа на 5%. Ранее была лик дропом, теперь с небольшим шансом может упасть где угодно в игре, хоть игрок навряд ли этому и обрадуется. Изредка может использоваться в сборках, где по зарез нужно больше плоского здоровья, и при этом мы не зависим от урона оружием, но в версии 3.16 по-настоящему интересных версий билдов я не наблюдаю. А вот что по-настоящему барахло, так это пожиратель плоти, не обладает никакими уникальными особенностями, наверное по задумке авторов подразумевалось как палка для прокачки персонажа в 3-4 актах, но я бы не сказал, что урона там много. Чаще всего есть что-то получше среди других уников, да и рарки никак тут не уступают. В общем падает очень часто, моментально отправляется торговца на осколки алхимок. Но есть и полезные одноручные булавы, даже среди недорогих и часто падающих, пример такой это скульптор, очень бюджетный вариант для оружия. В билдах некоторых големансеров обычно используется до определенного этапа, но иногда остается в билде до самого конца, причем можно носить сразу 2 таких булавы и получать плюс 2 к максимальному лимиту призванных големов. Собственно кроме повышения их количества, больше ничего выдающегося на этой булаве вы не найдете, скульптор доступен уже с 41 уровня и даже на старте лиги обычно ничего не стоит на торговой площадке. Раньше я в том числе рассказывал про пророчества, с помощью которых можно получить тот или иной уникальный предмет в игре, но как вы наверное и сами знаете, начиная с патча 3.17 пророчества будут удалены и про них наверное стоит забыть. Но наверное еще не до конца, так как окончательно неизвестна судьба нескольких других уникальных булав, одна из которых улучшалась пророчеством в другую, речь идет про Молот Камерии и его улучшенную версию Корысть Камерии. Молот Камерии часто падает и абсолютно бестолковен, я честно говоря ни разу не использовал его даже для прокачки, а все потому что доступен он аж с 60 уровня, к этому моменту вы наверняка сможете достать что-то подомажнее. Взять например ту же Корысть Камерии, которая добывалась с помощью пророчества Холодная Жадность. Улучшенная таким образом версия обладает чуть большим уроном, а самое главное встроенной способностью Взрыв Сосулек, которая срабатывает при ударе по замороженному противнику. Это снаряды, вылетающие кольцом и наносящие неплохой урон холодом, считаются атакой, базовая перезарядка 0.5 секунды. Начиная с патча 3.14 срабатывает Взрыв Сосулек не при убийстве, а при каждом ударе по замороженному противнику, то очень круто разгоняет скорость зачистки на картах и триггерит всякие второстепенные эффекты, которые способны вызывать атаки. Самая главная задача, которую вам предстоит решать, это как сделать так, чтобы противник всегда был либо замороженным, либо считался таковым. С бособи это не самый простой фокус. Ждем, что будет с этим уником после 3.17, тогда уже и стоит серьезно задумываться. Еще одна булава, которая ассоциируется с холодом, это ледяное дыхание, я сам люблю ее использовать и пару раз брал в некоторые билды. Все потому, что это просто чудовищный по силе уникальный предмет за свою цену, так как дает вам гарантированный 100% шанс нанести двойной урон по охлажденному противнику. То есть работает это вообще всегда. Станс двойного урона отлично скалирует ваш урон в критовых сборках, поэтому если вы собираете ледяной атакующий билд и там уместное использование булав, обязательно используйте хотя бы на ранних этапах. Хотя порой эта булава уместна и до позднего эндгейма, не говоря уже о том, что в текущих реалиях вы не только можете ее удачно осквернить, но и получить свойство преображения в кровавом горне на дополнительный добавленный урон. На рынке ничего не стоит, покупаем пачками и оскверняем. У ледяного дыхания есть очень интересная копия, доступная в краже, позволяет вашему урону хаосом охлаждать и наносить гарантированный двойной урон. Поголовно используется в силостакерах вместе с копией тропы войны Алберона. Билд крайне популярный и сильный. Последние несколько лик, очень много циклонеров через соответствующий сетап, чаще всего берут оккультистку, оставлю ссылочкой на примеру билду в описании. Популярность билда отражается и на его стоимости, копия ледяного дыхания в этом плане еще достаточно дешево, всего несколько десятков хаосов, а вот сапоги стоят от 15 сфер возвышения. Учитывайте это, когда посещаете большие контракты в краже. Намного проще в этом плане выглядит молоток Калинелли, обычная трешевая уникальная балава, якобы фишкой которой является то, что она не только станет, но и одновременно охлаждает врагов. По факту это достаточно бестолковое свойство. На фоне того, что урона совсем мало, а доступен этот молоток А67 уровня, абсолютно бесполезен на всех этапах игры. Из интересного могу только вспомнить, что это один из первых уников, который выпал мне когда-то, когда я только знакомился с игрой. Помню, как я долго носился с ним как с писаной торбой, считая, что получил что-то нереально мощное. А он еще и выглядит как оторванная клешня краба на любителя. Туманность падает с древнего и является довольно простым и дуболомным уникальным предметом. Глядя на него и так все понятно, нам нужно как можно больше собирать зарядов выносливости. Тогда у нас будет и урон, и защита, а получаемый нами урон от огня эффективно снижается максимальным сопротивлением огню и не представляет опасности. Ранее был достаточно популярный билд на покорителя с этими булавами и опнутыми кольцами Каома, теперь чаще можно встретить на вожде, но суть почти всегда одна и та же. Берем в каждую руку по такой булаве, набираем заряды выносливости где только можно, ну и для защиты поднимаем максимальное сопротивление огню, а богачи могут еще с рубиновым флаконом и поясом волшебная кровь использовать. Хотя с этим поясом, наверное, любой билд будет хорош. Сама булава ничего не стоит, так как древнего фармят все кому не лень, я бы рекомендовал искать на рынке варианты с топовыми осквернениями и хорошими свойствами преображения из горна, благо выбирать есть из чего. Ну вот мы и добрались до царя всех булав, Мьелнир, один из самых известных предметов в игре, никогда не терял своей актуальности, так или иначе игроки в каждой лиге находили способ использовать этот молот. При ударе по противнику с частотой раз в 0.15 секунды вызывает срабатывание размещенных чар молнии, раньше использовался в кастом крит сборках с цепной молнией, теперь чаще можно встретить с инквизитором с автоматически сотворяемой гидросферой, ну или с той же цепной молнией и тушкой дыряни, которая как никогда раскрылась в лиге нашествия. Филды очень сильные, варианты сборок можно также найти в описании. Падает Мьелнир хоть и очень редко, но на торговых лигах ближе к середине уже ничего не стоит, если же вы вдруг задумаетесь о его получении в лиге без торговли, то вы можете устроить себе супер хардкорное испытание с выбиванием 13 годальных карточек на него. Падают такие на карте первобытного поселения тоже весьма редко. На сегодня у меня все, если у вас есть интересные варианты сборок с этими униками или же я о чем-то не рассказал, то обязательно оставляйте информацию в комментариях. С вами был Кардев, увидимся на трансляциях, пока!